Всем привет, вы на канале Крипто Комманс. Выражаем большой респект каналу Коин Бюро. Чей свежий видос мы специально для вас перевели, ребята, поэтому подписывайтесь на наш канал, на канал Коин Бюро также обязательно. И давайте посмотрим один из свежих видосов про арест Алекса Машински из Celsius Network. Не забываем поставить ему лайк и погнали. Ах, этот сладкий запах правосудия. 13 июля опальный и уже бывший генеральный директор кредитной платформы Celsius, Алекс Машинский, «Пришла полиция, они вас спрашивают», все-таки был арестован. Машинский был обвинен по семи пунктам, да, вы не ослышались, по семи пунктам Министерством Юстиции. 46-страничное обвинение Министерства Юстиции приводит в шок. Оно рисует картину двух людей, а также группу их друзей на момент работы в Celsius, кто намеренно, постоянно и бессовестно обманывали своих клиентов на протяжении всего пятилетнего существования Celsius, за счет чего смогли обогатить себя на миллионы долларов. Но это еще не все. Комиссия по ценным бумагам и биржам, комиссия по торговле товарными фьючерсами, а также федеральная торговая комиссия также предъявили обвинения в адрес Celsius и Машинский. Но давайте вместе разберемся, что же такого натворил Машинский и в чем его обвиняет Министерство Юстиции США. Основное — это обвинение Машинского в том, что он обманывал клиентов Celsius, а также обвинение обоих Машинского и Коэн Павена в манипулировании крипторынка с помощью токена Celsius. За период с 2018 по 2022 год Машинский создавал образ Celsius как «самое безопасное место для вашего крипто». Благодаря этому обману, а также программе вознаграждения, которая обещала до 18% годовых на вложенные депозиты. Celsius стала одной из самых крупных криптокомпаний в мире с клиентской базой в сотни тысяч на момент закрытия компании и размером активов на пике более 29 миллиардов. В июне 2022-го активы клиентов были заморожены, а месяц спустя компания подала заявление о банкротстве с образовавшейся дырой в балансе в размере 1,2 миллиарда долларов. И по мере того, как финансовое состояние Celsius падало все глубже в бездну, Машинский постоянно врал о финансовом состоянии компании. Машинский знал, что Celsius не был прибыльным в 2019 и 2020, при этом он публично заявлял обратное. Что ж, прежде всего, мы себя называем C-Fi, это централизованная финансия. Но на самом деле, я думаю, что мы скорее какая-то версия DeFi, потому что одной ногой мы стоим в централизации, а другой на децентрализации. Мы используем точно такие же смарт-контракты, MPC, и все то же самое, что происходит в DeFi-контрактах. Те же самые вещи. По сути, каждый депозит проходит через смарт-контракт. Но то, что отличается в нашей работе, это наличие связи с реальным миром. Делаем ли мы возможным зайти людям из реального мира, чтобы это было легко? Все в таком духе. И что вы сами видите, что даже такие компании, как Мейкер, в итоге, начиная работу с USDC, по сути, говорят, ладно, ладно, в чистом виде модель DeFi не работает. Нас, по сути, уничтожило из-за этого внезапного сбоя. И поэтому нам нужна связка с централизацией. Поэтому между нами и Мейкером конкуренции нет. Все наши совместные активы с ними являются лишь округлениями 1% активов, которые есть у J.P. Моргана, или любой другой крупнейшей финансовой компании. Поэтому основная наша цель – возможность принести финансы из централизованного мира в децентрализованные. Можем ли мы стать этим мостом? Вот в чем вызов. Просто лишь перемешивание денег внутри комьюнити DeFi. Перемещая их из эфира в DAO или куда еще угодно, этого недостаточно. Поэтому, на мой взгляд, задача в том, что сможем ли мы создать достаточное количество мостов. И это модель, которую Celsius развивает 3 года. А теперь медленно все эти ребята из DeFi наконец-то поняли, о боже, да нам следует добавить немного централизации, иначе не получится обеспечить наши стейблкоины стабильностью, наши сервисы и все остальное. Что касается процентных ставок в DeFi, и даже в таких гибридных решениях, как ваше, когда у вас, скажем, одна только на нога находится на DeFi. При этом, как ты и сам сказал, у мейкера есть тоже отчасти централизация. Но важно то, что объединяет все эти решения. Это высокая процентная ставка в отношении того, какая ставка у обычного банковского счета. Как так вышло, что из-за такого плохого маркетинга у нас до сих пор нет широкого распространения? Почему это все не так очевидно? Это, друг, мой вопрос на триллион долларов. Ты, как всегда, попал в самую точку. Ты, как всегда, разглядел здесь самую важную изюминку. Большое спасибо всем новым подписчикам нашего канала. Как только мы пробьем 100 тысяч, мы разыграем кучу криптопризов. Так что проверьте, подписаны ли вы на канал прямо сейчас. Это хороший вопрос. Мы предлагаем 9,9% на депозитах в фиате. И мы работаем с 11 разными фиатными деньгами. Мы только что добавили SPZ. Это корзина из пяти ведущих валют. Поэтому вам даже не нужно решать, хотите ли вы канадский доллар, или американский доллар, или английский фунт стерлингов. Да что угодно. Поэтому мы сделали для людей очень легким начало работы с нашей системой, а также, по сути, зарабатывать в 10, 20, 50 раз больше, чем им платят банки. Но все равно люди относятся к этому с опасением. Они смотрят, пробуют понемножку, но не происходит широкого распространения, о котором ты говорил. Так что я с тобой согласен. Я думаю, что мы все еще являемся нишевым решением. Мы все еще сложны для начала работы. Сложны для понимания и сложны для начала работы. И пока мы каждый день работаем над совершенствованием, Цельсия — сделать это лучше, чем кто-либо другой. У нас уже есть все преимущества нашего приложения. Самого легкого воспользования. Но даже этого все еще недостаточно для того, чтобы люди пришли с ним в банк, где хоть они и не могут легко делать зарубежные переводы. Но если вы пришли, а отделение закрыто, вы должны иметь возможность легко переводить свои средства по счетам и процентным депозитам, а также использовать в реальном мире. Да, все проблемы мы еще пока не решили. И да, я с тобой согласен. У нас даже на эту тему есть замечательные слайды, которые я тебе покажу через несколько секунд. Но нам необходимо сделать эту систему займов гораздо более простой. Сделать возможным, начать людям самостоятельную работу с биткоином. И этот мостик пока далек. Но мы должны сделать очень простым систему займов в стейблкоинах или золоте, перемещая их затем к биткоину, эфиру и альткоинам. И это именно то, что Цельсиус пытается сделать. И повторюсь, что я думаю, мы делаем это лучше, чем кто-либо другой в крипто-сообществе. Машискин также утверждал, что все кредиты, выдаваемые Цельсиус, полностью или частично обеспечены залогом. Нет? На самом деле, в какой-то момент 2021 года доля необеспеченных залогом кредитов составила невероятные 39% всего портфеля институционалам. В декабре 2021 он написал, что регуляторы нас проверили и сказали, что эти ребята знают, что делают. Вранье. На самом деле, в то время они подверглись очень детальной проверке регуляторов от различных юрисдикций, как в США, так и за рубежом. Как он мог только представить, что сможет от этого уйти? Это просто невероятно. Еще он много лгал о том, что подобие банковской лихорадки с Цельсиус произойти не может, так как Цельсиус не давал в кредит больше, чем имеет активов. Все это ложь. У Цельсиус никогда не было активов больше, чем объем депозитов. Поэтому эквивалент банковской лихорадки мог легко произойти. Пожалуй, самая гадкая ложь Машискин заключается в том, что он утверждал своим клиентам, что, цитата, «Все мы храним наши деньги в одной платформе. Я также храню миллионы долларов своих денег на этой платформе. Поэтому очевидно, что мы все в одной лодке». Это был полный и абсолютный пиздеж. На самом деле, за неделю до того, как активы клиентов были заморожены, он вывел значительную часть своих денег, включая 5 миллионов долларов, конкретно в тот день, когда он сообщал своим клиентам, что мы с вами в одной лодке. Обвинения относятся к Машинскому и Ковен Павену. В ней говорится, что они оба, а также еще часть неназванных сотрудников Celsius, в том, что, цитата, «они незаконно манипулировали ценой Celsius, что вызывало покупать публику по завышенной цене токена», что давало выгоду персонально Машинскому и Ковен Павену, так как они втихаря продавали свои собственные токены по цене, по которой они знали, что она не представляет настоящую рыночную стоимость токена. Но в чем заключаются обвинения и какие по ним максимальные сроки предусмотрены? Как может восторжествовать правосудие? Пункт первый — это мошенничество с ценными бумагами. И по первому пункту максимальное наказание — это 20 лет тюрьмы. Второй пункт — это мошенничество с товарами. И по нему максимальное наказание составляет 10 лет тюремного заключения. Третий пункт обвинения — это онлайн-мошенничество. И по этому пункту максимальное наказание составляет 20 лет тюрьмы. То есть, потенциально, 50 лет тюремного заключения, и при этом мы еще не перечислили даже половину обвинений. Далее идет сговор с целью манипуляции ценой на рынке, за которой предусмотрено до 5 лет. Затем идет мошенничество ценными бумагами, это 20-ка. Далее, манипуляция токеном Celsius, что также предусматривает 20-ку. И седьмой заключительный пункт, это онлайн-мошенничество с ценой токена Celsius с максимальным наказанием 20 лет тюрьмы. Что в конечном итоге предусматривает потенциально 115 лет тюремного заключения для Машинского и 65 лет для Кован Павена. Ну, и что мы после этого увидим? Это график токена Celsius. Ребята, график токена Celsius Network. Причем, я вам больше скажу, когда он скамился, это происходило вот тут. Он даже отскакивал неплохо так. Неплохо так отскакивал. Это, собственно, были шорт-сквизы, потому что было много умников, которые хотели заработать на падение. И в итоге вот он стрельнул. Так что не забывайте, любой щиткоин может выстрелить. Но вот Celsius сейчас подбирать, не знаю, только если их кто-то купит. Но вы поняли, короче, Машинскому, походу, несколько пожизненных светит. Так что напишите в комментариях, что вы думаете вообще. Отмажется ли он? Или реально будет сидеть? Ну и будьте бдительны, потому что крипторынок, чуваки, это дикий запад. Здесь случаются вот такие темы, как Celsius, как FTX и прочие скамы. Так что, чуваки, держите нос по ветру. Всем профитроли. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. В долгую только лонг. И увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok